Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Детсад построен, но в группах пусто. Почему дети в селе Марусино вынуждены оставаться дома с бабушками? Кто имеет уже на руках прививочный сертификат, то есть мы проставляем сразу выполненную вакцинацию в сертификат. Все, кто имеет учетную запись на портале госуслуг, могут распечатать свои выполненные прививки именно с портала госуслуг. Прививка для всего предприятия за один день. Нужно ли подтверждать прохождение вакцинации специальными документами? Из обоих этих яиц вылупятся аурканские курочки. Единственное остается загадкой, какие яйца они будут нести. Зеленые, коричневые, белые или голубые? Пасхальный краситель и луковая шелуха больше не нужны. Как вывести породу кур, которая несет цветные яйца? Сегодняшнего дня на территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Андрей Травников. До 10 мая на весь период длинных выходных категорически запрещено разводить костры и жечь мусор на территориях городов, поселков и дачных обществ, как и запускать фейерверки. Кроме того, нельзя ходить в лес ни за грибами, ни по дрова. Мера вынужденная в регионе установилась сухая и ветреная погода, и любой хозяйственный пал может привести к серьезным пожарам. В условиях действия особого режима вдвое увеличиваются штрафы за нарушение правил безопасности. Если частное лицо заплатит 4 тысячи рублей, то юридическое уже до 400. В правительстве региона сегодня вручили государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области. Очень приятно, что руководство страны ценит Новосибирскую область и новосибирских тружеников, и таких наград очень много. И каждая церемония она особенная, в том числе и сегодняшняя церемония особенная, потому что в преддверии 1 мая, дня весны и труда, мы в первую очередь отмечаем трудовые достижения наших земляков. Для нас это особенно важно, потому что Новосибирская область – это трудовые краи. Вручили новосибирцам награды за заслуги в сфере здравоохранения, образования, культуры и искусства, в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, транспорта, физической культуры и спорта. Среди награжденных – ученые и учителя, инженеры-технологи и спортивные тренеры, дирижеры и ректоры, медицинские сестры и машинисты электровозов. Всего в государстве награды получил 31 человек, награды Новосибирской области – 10. Мы все гордимся вами. Я надеюсь, что сегодняшние награды будут таким стимулом к дальнейшим успехам. За каждым из вас стоят коллективы, стоят люди. Это награды, они редко бывают, наверное, лично. Это всегда труд людей, тех, кто рядом с вами, с ваших коллективов. Поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете, поздравить вас с наградами. Детский сад «Призрак». В редакцию новостей ОТС обратились жители села Марусина и соседних микрорайонов. Люди уже несколько лет ждут, когда у них в поселке появится детский сад. Здание построили еще в прошлом году, но ни один ребенок в него так и не пошел. Разобраться в ситуации попытался Станислав Блинов. Так, несите топор, молоток. Единственный в Марусина полностью построенный новый детсад стоит пустым, вызывая недоумение и негодование местных жителей. Отдайте детям садик! Отдайте детям садик! Ближайшая к Марусина детские сады находится в Приобске и Криводановке, а это примерно 10 километров в одну сторону. Вопрос с доступностью дошкольных учреждений назрел давно. В семье Карповых шестеро детей. Троих старших возили в детский сад на общественном транспорте. Минут 40 его нужно дождаться на автобусе, а если зимой и на морозе, то это можно минут 40 просто простоять, минут 30. Ребенок замерзает и простынет. В итоге разворачиваешься и идешь домой. Самое интересное, что в Марусина садик, по-моему, начал строиться раньше, чем в Криводановке. В Криводановке садик новый уже запустили, а мы все до сих пор ждем и чего ждем. В съемочной группе ОТС удалось попасть в здание, которое стоит закрытым с осени прошлого года. Убедились, помещение не производит впечатления аварийного недостроя. В помещении под чистовой отделкой проведено тепло, освещение, куплена мебель и даже начали записывать ребятишек на поступление в детский сад. Но внезапно заказчик управления капитального строительства отказалась принимать готовый объект в эксплуатацию. Аварийным только что построенное здание признала экспертиза, проведенная заказчиком, областным управлением капитального строительства. Детский сад возводили по поручению губернатора Новосибирской области в рамках федерального проекта «Демография». Обязателен промежуточный контроль. Если они это не смогли выполнить, как в любой нормальной цивилизованной стране, они должны уйти в отставку. Они не смогли соблюсти. Ну как три министерства проворонили, по их словам, какие-то там нарушения нашли после того, когда он уже построен. В компании подрядчика «Инвестстрой» с выводами этой экспертизы не согласились и провели собственную с прямо противоположным результатом. Не в силах найти общий язык заказчик и исполнитель отправились в суд. Отдадим у нас садик детям. Они не останутся на этот садик и решают свои вопросы по факту. Либо мы устроим собой захват этого садика, понимаете? Он наш, понимаете? Это наши налоги. Это наши налоги. И этот садик принадлежит нашим детям. Подрядчик настаивает. Строили на совесть и под постоянным контролем специалистов технодзора. Все замечания своевременно устранялись. Но из 140 с лишним миллионов запланированных на строительство получили только треть. Здание достраивали на собственные средства. И сейчас оно находится в рабочем состоянии, готово к любым проверкам и в течение месяца может принять детей. Он уже под ключ сдан. Все работает. Котельная работает. Газ, договор заключен. В сентябре месяце заказчик начал завозить туда мягкую мебель. Если садик аварийный, напрашивается вопрос. Почему же детские матрасики вы заняли целую группу и стали завозить туда мягкую мебель? В областном министерстве строительства противоположная точка зрения. Подрядчик во время работы допустил грубые нарушения в технологии работ и игнорировал все требования заказчика. И чтобы исключить сомнения в прочности несущих конструкций, необходимо провести экспертизу нового проекта усиления. Найти нового исполнителя работ и заключить новый контракт. И пока суды разбираются, кто прав, кто виноват, жители Марусина вынуждены смотреть, как понемногу ветшает новый садик, который так и не успел открыться. Люди просят власти региона обратить внимание на сложившуюся ситуацию, ведь при любом исходе главными пострадавшими в этом конфликте остаются их дети. Станислав Блинов, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Алексея Беспаликова в связи с его кончиной. Алексей Акимович умер сегодня в возрасте 73 лет. Это настоящая легенда новосибирского политического олимпа. Он возглавлял областной совет депутатов, представлял наш регион в Совете Федерации. Почетный доктор сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, ветеран труда, удостоен многочисленных государственных наград. Редакция телеканала ОТС присоединяется к соболезнованиям. Сотрудников сразу нескольких автопредприятий вакцинируют сегодня на проезде энергетиков. Наша отрасль, это пассажирские перевозки, она, как известно, очень сильно подвержена риску заболевания коронавирусной инфекцией. Вот, поэтому для нас это очень важно. Тем более, что и первая, и вторая волны повлияли на транспортную сферу очень сильно. Много людей не могло в состоянии здоровья выйти на работу, и были, конечно же, даже сбои у нас на некоторых направлениях. Поэтому, как только узнали о возможности вакцинации на территории самого предприятия, подали заявку. Из полутора сотен сотрудников четверть уже на данный момент прошли вакцинацию. Мобильная бригада 18-й поликлиники работает с марта. Выезды не только по территории города, но и в областные ФАПы. Растет и число вакцинированных. Ну, не очень много, пока там 300 человек, но заявки на сегодня уже имеем на следующую неделю практически на каждый день. И готовы рассматривать их в ежедневном режиме. При необходимости мы можем выехать на любое предприятие, вне зависимости, в Ленинском районе оно находится или где-то в другом месте. Заявку можно подать на сайте поликлиники. В среднем за день медики прививают около 30 человек. Но уже сейчас рассматривают возможность принимать на выездах до сотни пациентов. Кто имеет уже на руках прививочный сертификат, то есть мы проставляем сразу выполненную вакцинацию в сертификат. Все, кто имеет учетную запись на портале госуслуг, могут распечатать свои выполненные прививки именно с портала госуслуг. При необходимости, если кому-то нужна справка медицинская, и он не имеет сертификат, мы готовы выдавать справку. Требования могут быть разные, говорят медики, но все же для большинства санаториев при вылете за границу, спортивных или общественных мероприятиях, вполне достаточно показать учетную запись на портале госуслуг. Александр Попов, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Около 10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской области требуют особых условий реабилитации. Над этой задачей ежедневно трудятся квалифицированные специалисты. Как организована работа в регионе в данном направлении, расскажут мои коллеги. Да, замечательно, хорошо. Дай пили. Молодец. Педагог-психолог Центра реабилитации детей-инвалидов Александр Агапов проводит курс для пациентки с множественными пороками развития. Кабинет, где он работает, открыли всего год назад. Однако даже за такой относительно непродолжительный период через руки специалистов прошли сотни детей. Я занимаюсь развитием восприятия у таких детей, потому что зачастую у тяжелых детей оно очень сильно страдает. Также проводятся такие занятия в групповом формате для развития коммуникативных особенностей и способностей детей. По мнению специалистов, важно развивать моторные функции и стремление обучаться, дать ребенку возможность научиться что-то просить и делать самостоятельно. Например, элементарные навыки бытового обслуживания и приготовления пищи, поскольку в семье это не всегда возможно. Удобно, когда ребенок маленький, быстро его собрать, отвезти куда-то в садик, либо в развивающий какой-то центр. Точно так же его привезти, раздеть и убрать вещи на место. Такие дети обычно взрослее, они все равно остаются детьми, даже если им 28 и 38 лет. Задача экспертов и социальных педагогов – помочь детям с ранних лет преодолеть недуги или нивелировать многие из них. Детям очень важно на ранних этапах и до, скажем, подросткового возраста, до юношества помочь ребенку реабилитироваться, помочь ребенку, скажем, получить те услуги, которые необходимы на разных этапах его развития. И перманентная модель сопровождения детей с инвалидом дает такую возможность. То есть здесь соблюдается преемственность и непрерывность оказываемых услуг. Сейчас в центре, где практикуют такую модель, находится 60 детей, в том числе не только ребята с ограниченными возможностями здоровья, но и сироты, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для них обеспечили все необходимые условия как для реабилитации, так и для социальной адаптации. Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Энергетики Новосибирской области готовы к прохождению пожароопасного сезона. Специалисты региональных электрических сетей в преддверии долгих майских каникул провели проверку оборудования и технических средств, необходимых для оперативного реагирования на внештатные ситуации. На выезд одной из бригад Чулымского филиала региональных электрических сетей отправился Станислав Блинов. Электрические сети Новосибирской области тянутся на тысячи километров. И обслуживать их приходится не только в населенных пунктах, но и в самых труднодоступных местах, добраться до которых можно только на технике повышенной проходимости. Там, где бывает, мы застреваем ненадолго. Туда, как правило, другая техника не доходит. Авария или обрыв на линии электроснабжения может случиться в любую погоду и в любое время суток. Поэтому спецтехника должна быть в исправном состоянии и готовить к выезду в любой момент. Есть такие места, где вода с бухняком километрами тянется. Заболоченные такие места, где провалишься прямо в окно, приходится разматывать лебедку, за что-то цепляться. Задача техники – оперативно доставить на место аварии. Дальше за дело берутся специалисты. Евгений Емельянов электромонтером работает два года. Вместе со своими коллегами регулярно отрабатывает необходимые навыки на тренировках вместе с чрезвычайными службами региона. Собираемся, выезжаем, устраняем. По ночам даже приходится. Пока не устраним аварию. К сезонным рискам, таким как поводок или пожароопасный сезон, сотрудники региональных электрических сетей начинают готовиться заранее. Бригады обеспечивают средствами индивидуальной защиты, инструментами и связью. Поддерживается аварийный запас материалов и оборудования. В комплексе подготовительных мероприятий более 160 пунктов. У электрика всегда трудное время. Не только поводок. Но и зима, и лето, и осень. Стараемся плановыми работами уменьшить аварийные выезды, чтобы энергосистема работала в наших обслуживаемых районах в хорошем состоянии, в отличном. В преддверии пожароопасного сезона энергетики держат под особым контролем электроустановки, от которых зависит электроснабжение населенных пунктов и социально значимых объектов. К ликвидации аварий готовы более тысячи специалистов АОРС и почти 500 единиц техники. В том числе круглосуточное дежурство несут 132 человека и 43 единицы техники. Станислав Блинов, Александр Ведерников, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. В НИТО приехали ведущие нейроортопеды со всей Сибири. Новосибирские хирурги продемонстрировали коллегам свои подходы в лечении и патологии позвоночника. Дорогие коллеги, спасибо вам. Спасибо моим руководителям. Благодаря вам, с вашей помощью, я делаю то, что люблю. Говорят, найди себе, сделай по душе, и не будешь работать нигде. Я пришла в журналистику 20 лет назад и с тех пор не работаю. Ну, почти. Ну, давайте сейчас мы вот сюда посмотрим, что на... Так, вот одно голубое, одно такое. Ну-ка, еще что тут? Еще одно голубое. Ну, как видите, петуха-рауканец постарался. В мэрии Новосибирска назвали сроки окончания отопительного сезона. Батареи в квартирах остынут 5 мая. Впрочем, это предварительная дата. Постановление еще не подписано. Если в регионе резко похолодает, время отключения тепла могут перенести. Между тем, энергетики уже объявили сроки начала испытания теплосетей. Повышенное давление в трубы начнут подавать сразу после каникул 11 мая. Федеральный оргкомитет принял решение продлить сроки подачи заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» как для кандидатов, так и для тех, кто желает проголосовать. Сегодня праймерс набирает популярность конкурс на место, как в рейтинговых вузах. Ну, что отрадно заметить, то, что предварительное голосование набирает очень большую популярность среди населения. И сейчас, если говорить о цифрах, то, по сути, уже заявившиеся это 20 человек на место. Это и врачи, это и актеры, это и представители средств массовой информации, это и общественники. Это очень разные-разные отрасли и очень разный возрастной контингент. Очень много молодежи приходит. На сегодня уже зарегистрировались больше 120 желающих стать кандидатами в депутаты Государственной Думы. Выдвинулись и по списку, и по одномандатным избирательным округам. Продолжается и регистрация избирателей. Процедура занимает не больше пяти минут. На сайте предварительного голосования необходимо заполнить анкету и подтвердить личность через сайт Госуслуг. Жители Новосибирской области одни из самых активных. По участию в процедуре предварительного голосования, насколько я знаю, на сегодняшний день наибольшее количество участников из всей Сибири. Участники осознают, что праймерис – это процедура соревновательная. Далеко не каждый из претендующих из 20 на одно место смогут войти в число кандидатов. Но люди хотят заявить из себя. Сегодня назвали имя лучшего учителя Новосибирской области. Победитель регионального конкурса профмастерства проходит финал федерального уровня. Всего за звание «Учитель года» в нашем регионе боролись 39 человек. На торжественной церемонии награждения присутствовала и наша съемочная группа. Одна из миссий этого события в том числе и в этом заключается. Для того, чтобы показать нам, родителям, взрослым, что в школах трудятся не преимущественно консерваторы, а очень много новаторов. И что работа педагогов – это не рутина, это не огромные стопки тетрадей на проверку и бесконечное натаскивание на итоговую аттестацию. Действительно, очень творческая работа. В этом году конкурс состоял из заочного и очного туров. Сначала участники отправляли свои работы на рассмотрение конкурсной комиссии дистанционно. А с 28 по 30 апреля конкурсанты прошли испытания «Классный час», «Мастер-класс» и пресс-конференция «Вопрос учителю года». В итоге лучшим педагогом Новосибирской области стала Марина Коршунова, учитель начальных классов лицея номер 126. Мне хотелось проверить свои силы, на что я способна. Когда собираются 15 сильнейших участников со всей нашей большой необъятной области, и это действительно сильные педагоги, с которыми конкурировать сложно. И здесь нужно показать себя только с самой лучшей стороны, и нельзя ни на минутку расслабляться. Малоинвазивное вмешательство против классической полосной хирургии. Десятки врачей приехали в нашу область на мастер-класс нейрохирургов новосибирского НИИТО. Медики параллельно проводили операции по осоединению позвонков разными методами. Мария Никитина расскажет подробнее. В НИИТО приехали ведущие нейроортопеды со всей Сибири. Новосибирские хирурги продемонстрировали коллегам свои подходы в лечении и патологии позвоночника. В соседних операционных одновременно прошли две технически сложных операции. Медики дают мастер-класс по малоинвазивным технологиям в хирургии поясничного и грудопоясничного отделов позвоночника. На столах пациенты с одним диагнозом дегенеративный стеноз. В случае похожие подходы разные. Заведующий нейрохирургическим отделением номер два Евгений Байков проводит традиционную открытую операцию. Его коллега Алексей Перегончук придерживается методики с минимальным вмешательством. Показываем определенные свои знания, навыки, в том числе не только в теоретическом аспекте, но и пытаемся нашим коллегам, нашим друзьям показать практическую составляющую нашей работы. Делимся, так сказать, ценной информацией. За обеими показательными операциями внимательно следят хирурги из других городов, прислушиваются к комментариям и перенимают опыт. Это такая еще одна возможность встретиться, обменяться какими-то мнениями по патологии спинальной. То есть хирургам нужно встречаться, чтобы общаться, чтобы понимать лучше, что они оперируют и перенимать друг у друга какие-то возможности новые для улучшения качества помощи пациентам. Кроме того, в рамках семинара нейроортопеды получили возможность увидеть новейший инструмент для коррекции выраженных деформаций позвоночника. Как это работает, им продемонстрировали на пластиковом муляже. Здесь установлены транспедикулярные винты и с помощью этой системы можно эффективно и быстро осуществить генератацию позвоночника для того, чтобы справиться с колес. В прошлом году из-за пандемии врачи из других регионов в НИИТО не приглашали. Теперь же такую форму взаимодействия с радостью возобновили, чтобы дискутировать и обсуждать интересные клинические случаи. Мария Никитина, Александр Ведерников, Новости ОТС. Антиковидный альянс из сотрудников полиции, Минтранса и Роспотребнадзора сегодня провел рейд на площади Калинина в Новосибирске. По стандартной схеме инспекторы выявляли без масочников, в автобусах пригородного и дачного сообщений. Тему продолжит Александр Шпак. На остановке толпятся пассажиры. Людно тут всегда. Площадь Калинина почти единственное место, откуда курсируют прямые автобусы до села Мочище и дачных обществ, расположенных вдоль шоссе. Как соблюдают антиковидные меры на популярных маршрутах, сегодня проверяют инспекторы. Как помочь вам, чтобы вы следили за тем, чтобы все в салоне были в масках? Раз за разом сотрудники ГИБДД останавливают автобус, внутрь заходят проверяющие, фиксируют половину салона без масок, заставляют надеть. Это не укладывается в голове, ведь две съемочные группы полиции, особенно Роспотребнадзор, видно издалека. Мы стоим на конечной, и только автобус приходит, заходим внутрь и все равно обнаруживаем там людей без масок. Но через четверть часа водители автобусов прибегают к наглейшей хитрости. Принципиально не открываете двери? Да, надо. Вы специально протянули, чтобы все были в масках. Зачем вы так делаете? Остановленный инспектором автобус попросту не открывает двери, тянет время, чтобы кондуктор экстренно заставил пассажиров надеть маску. Хотя должен делать это все время следования по маршруту. Однако такие уловки не помогут скрыть нарушений. Нерадивых перевозчиков ждут особые шпионские рейды. Эти рейды проходят при помощи наших сотрудников, которые одеты в штатскую одежду, как подсадные. В процессе поездки они собирают фото-видеофиксацию. Данные передадут в надзорные органы. Впоследствии такого перевозчика оштрафуют. Сегодняшний рейд определил тех, кого проверят в таком режиме. Так называемые дачные маршруты с началом теплых дней на особом контроле. В скором времени за город ринутся тысячи пенсионеров, для здоровья которых без масочники представляют серьезную угрозу. Если перевозчики вовремя не наведут порядок в своих автобусах, их маршруты на время пандемии могут полностью закрыть. Александр Шпак, Евгений Агеев, Новости ОТС. Сегодня лучшие журналисты Новосибирской области получили профессиональную премию «Литер». Это главная оригинальная награда для репортеров. Огромное спасибо всем за совместную работу. Действительно совместную, потому что моя профессия, она обязывает быть всегда под прицелами телекамер, рядом с микрофонами. И многие ваши коллеги, которые выходили сегодня на эту сцену, для меня по-настоящему знакомы. Такая жизнь у нас, можно сказать, симбиоз сложился, да, там многолетний. «Литеру» вручают уже в девятый раз. В прошлом году привычную церемонию пришлось отменить из-за пандемии. Сегодня все опять в торжественной обстановке. Журналистам года признали Татьяну Целищеву, корреспондента ГТРК «Новосибирск». А сразу в трех номинациях лучшими стали представители нашего телеканала Наталья Цопина, Екатерина Тихомирова и Константин Клещин. Дорогие коллеги, спасибо вам, спасибо моим руководителям. Благодаря вам, с вашей помощью, я делаю то, что люблю. Говоря, пройди себе дело по душе и не будешь работать ни дня. Я пришла в журналистику 21 год назад и с тех пор не работаю. Ну, почти. Спасибо. Премия губернатора и чем она отличается, в ней очень много номинаций. Вот ни один, ни два каких-то материала отмечено, а просто десятками, можно даже сказать, если брать не только телевизионных деятелей искусств, но и наших коллег из газет, из электронных СМИ и так далее. Конечно же, чувствую себя приятно, но еще больше рад за коллег. И всегда приятно, когда ты не один, а в компании с такими замечательными людьми, как Наталья Цопина и Екатерина Тихомирова. Это звездный просто букет. Питерские Горынычи приехали, чтобы покорить Сибирь. В художественном музее открылась выставка трех авторов из северной столицы. Проект «Покорение Сибирью» состоит из работ Дениса Саунина, Анны Щеголева и Виктора Норкина. Все трое родились в год дракона, отсюда и название творческой группы Горынычи. Пишут художники в разной манере. Они ищут философское в бытовом, иронизируют, обыгрывают скрытые символы. Сюжеты картин часто автобиографичны, но хорошо узнаваемы. Горынычи говорят, что их объединяет поиск эмоций и ценят ответную реакцию публики. Эти люди обладают уникальной школой изобразительного искусства, а кроме того, они все трое философы. Здесь не только славянская, здесь вообще, ну, вот можно сказать, тоска по мировой культуре. Каждое их полотно – это какой-то рассказ, попытка вступить с нами в диалог. И они очень рассчитывают на понимание со стороны нас, зрителей. Разноцветные яйца несут новосибирские куры и мигранты. Причем цветовая гамма довольно разнообразна. Как получить такую палитру, узнавал Рута Келлер. Около шести лет назад Людмила Николаевна купила несколько петушков и курочек разных пород. Были и гамбургские, и павловские, и даже чилийские арауканы. Сначала хозяйка держала каждую пару в разных клетках, но после решила объединить всех. Результат превзошел все ожидания. Петушок-руканец, он был весьма такой сексуально озабоченным парнем. И он топтал всех кур без перебора. Не смотрел ни на возраст, не смотрел ни на величину, потому что павловская курочка меньше, гамбургская меньше. И он гонялся за всеми. И потом, когда я начала инкубировать яйца, получилось, что после этого у нас большинство кур стали нести голубые яйца. Дальше больше, точнее цветнее. Людмила Николаевна начала находить в гнездах и другие цвета. Зеленые, розовые, бежевые яйца. И только белого цвета эти курицы не несут. Есть у нас курочка, она несет черная такая, черная курица вся. Ну давайте сейчас мы вот сюда посмотрим, что она. Так, вот одно голубое, одно такое, ну-ка еще что-то, еще одно голубое яйцо. Ну как видите, петух арауканец постарался. Кормят арауканов обычным зерном. Никаких красителей или добавок в пищу курам не подсыпают. Яркие голубые яйца – результат действия белирубина, который выделяет селезенка. Вещества проникают в скорлупу еще на стадии формирования, поэтому оболочка получается цветной как снаружи, так и внутри. Вот это голубое яйцо снесла аруканская курица. Зеленое – уже гибрид от коричневого кросса и аруканской породы. Из обоих этих яиц вылупятся аруканские курочки. Единственное остается загадкой, какие яйца они будут нести – зеленые, коричневые, белые или голубые. Эти породы считаются не яйценоскими. В день могут снести одно-два яичка. Да и по размеру рекордсменами их не назовешь. А вот вкус, говорит Людмила Николаевна, отличается от белых или коричневых. Такие яйца даже красить не надо, скажете вы. И будете правы. Но Людмила Николаевна иного мнения. У нее и рецепт краски свой, фирменный. У меня есть особые сорта лукопера с красной чешуей, шелухой. Заранее я готовлю взвар этот луковый и крашу только в луковом пере. И они получаются яркие, сочные. В мире существует всего несколько пород, которые несут голубые или зеленоватые яйца. Их, кстати, можно пересчитать по пальцам. В народе таких кур уже окрестили пасхальными. Рута Келлер, Александр Ведерников, Новости ОТС. Получить полный спектр положительных эмоций не только от приема пищи, но и благодаря насыщенной музыкальной и развлекательной программе. Новосибирские рестораторы создали атмосферу квартирника в самом центре города. О том, что они могут предложить посетителям в нашем следующем сюжете. Я тебе открою, как птица. Каждый может в пепел восхватиться и поверить вновь. В счастье и в любом. Это только надо снова стать отважным. Я вчера увидел солнечного того, чтобы я открыл глаза. И тебе сказал. Проект «Культурно завсегдата» и вечеринок в баре «Открой рот» в Новосибирске. Регулярно здесь проходят такие квартирники, где в непринужденной атмосфере посетители могут насладиться живой музыкой и даже сами стать исполнителями любимых песен под аккомпанемент профессиональных артистов. Каждый четверг мы делаем квартирники с разными составами. Соответственно, получается разная программа, разная музыка, разное настроение. Надо приходить каждый четверг. Самая главная фишка нашего выступления, перформанса, это то, что мы импровизируем. То, что мы шоу не похожим каждый раз друг на друга, потому что у нас, конечно, есть заготовленный плейлист, номера какие-то у всех музыкантов, номера какие-то выигрышные, они есть. Но самая главная наша задача – это прочувствовать, что хочет публика, понять и вместе с ней что-то изобразить. Помимо уже ставших традиционными квартирников, в баре ежедневно проходят музыкальные программы. Понравятся здесь и любителям джаза и блюза. Для этого отвели вторник и среду. А по пятницам и субботам различные музыкальные коллективы города готовы вживую сыграть для гостей танцевальную музыку. Последний день недели можно провести с артистами театров, которые ставят здесь небольшие постановки и даже проводят открытые уроки или лекции. Кроме того, любители музыки могут здесь же приобрести виниловые пластинки. Дмитрий Белькиевич, Александр Миняева, Новость УТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 1 мая. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 12. Влажность 58%. Температура ночью плюс 3,5. Днем плюс 10,12. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в воскресенье плюс 13,15. В понедельник плюс 18,20. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»